Добрый день! Сегодня у нас головоломка компании Dayan, Octaider, или Octaidron, или Diamant Octaidron, или Corner Touring Octaidron, называйте как хотите, какое исконное название я не знаю, но вот такое название, настоящее, по-китайски, но и по-китайски не очень. Написано, вот, Octaidron, мы будем Dayan Octaidron и называть. Вот такая вот интересная коробочка, с которой я головоломку уже достал, поскольку она сама по себе сразу вся разваливается, как конструктор, и обратно так вот собирается. Мы видим, что здесь есть еще головоломка, которая называется Dayan JVL, такая у меня тоже есть, которая, по сути, мало чем от Octaidron отличается. Вот, собственно, и San JVL. То есть это такой же Octaidron, у которого, ну, как бы, сняли вот эти уголки. Давайте сосредоточимся на этом. Многие помнят, что у меня есть вот такая головоломка, и внешне они очень похожи. Ну, это FaceTurning, а это CornerTurning Octaidron. Face, значит, вращается грань. И по этой головоломке у меня было обучающее видео. Здесь, очевидно, вращаются углы. Вот уголок вращается, вот так вот вращается. Ну, и, соответственно, со всех сторон происходит такое вращение. Еще под видео с этой головоломкой, я ее на скорость собирал еще, мне писали комментарии, а что, если я возьму две пирамидки и склею их вот так, то у меня получится такая головоломка. Ну, сразу хочу развеять этот миф. Если вы возьмете две пирамидки, во-первых, они треугольные, да, и склеите вас вот так, то у вас будут вращаться только вот эти части, да, это, соответственно, уже заблокируется. И головоломка, ну, получится, ну, что-то типа кубоида 1 на 1 на 4. То есть ее даже перемешать толком нельзя, запутать. Ну, то есть вы испортите две пирамидки. Здесь же, что здесь, что здесь, если разрезать ее мысленно пополам, вот так вот, то мы получим две четырехугольные пирамидки, у которых, как бы, общее основание. И, соответственно, сделать такую головоломку можно только на специальной крестовине именно октаэдра. То есть если здесь в основе лежит крестовина скьюба, то здесь чистый октаэдр. То есть у нас после вращения такие, такие, такие. То есть сделать такую головоломку можно только на специальной, соответственно, крестовине для октаэдров. Мы слышим щелчки, но здесь нет подшипников, а здесь какие-то конструкционные особенности, которые позволяют вот эти грани фиксировать. Сборка данного октаэдра достаточно интуитивная. Давайте перемешаем. Вращается неплохо, но, как по мне, туговато. И особенно туговато вращаются уголки. Я соточку открутил, и октаэдр мне очень понравился. Если бы его производили еще какие-то другие бренды, то, мне кажется, качество могло быть получше, если бы была конкуренция. А так, даже вот этот экземпляр мне достался с трудом. Его редко встретишь в открытой продаже, именно октаэдра Даяна. Не как только я увидел, что он есть в наличии, я его сразу, естественно, и приобрел. Вот так он выглядит в перемешанном виде. После того, как я на нем уже много сборок открутил, он стал крутиться немножко помягче. Ну, немного притерся, но все равно туговато. При желании здесь можно снять вот эти вот уголки. Я не снимал, но это возможно. И там есть регулировочный болт. Причем под вот этим уголком также логотип Даян написан. Не видно сейчас, но немножко торчит. Собирается, впрочем, нехитро, и здесь достаточно знаний обычной пирамидки. То есть, к примеру, если начать с белого цвета, также собираем звезду или знак радиации. Также загоняем вот эти ребра на места. Естественно, что они могут чуть дольше путешествовать. Все тоже самое подгоняем на удобное место и вставляем туда. Но дальше мы собираем какие-нибудь вот эти еще два ребра для того, чтобы выйти на более удобной ситуации. К примеру, вот сюда. Какая должна быть? Фиолетово-зеленая. Как-нибудь вот так поставим. И сюда должно быть зелено-оранжевое ребро. Ну, оно как раз вот здесь. Оставили. Ну, то есть, интуитивные ходы. И в итоге у нас получается, как бы, нижняя пирамидка собрана. И мы собираем верхний. Причем по тем же принципам, что и в самом начале. То есть, надо вот сюда зелено-желтое ребро поставить. Отводим. И ставим. Ну, это сюда серо-оранжевое. Оно занято. Ну, давайте сначала сюда фиолетово-красное. Она как раз здесь. Ну, достанем одно. И поставим сюда. Ну, соответственно, это появилось. Дальше нужно расставить, как бы, остальные ребра. Ну, это можно сразу довернуть. Смотрим, есть ли что на месте. На месте ничего нет. И здесь можно применять разные алгоритмы. Ну, из обычной пирамидки. Но мне показалось удобнее использовать рыбку. Обычную рыбку из кубика 3х3. Ну, то есть, сейчас ни одного элемента на месте нет. Делаем R, U, R'у, R'у, R'у. У нас вот какой-то элемент на месте появился. Ну, и, соответственно, сделаем рыбку еще раз, чтобы они встали по местам. Р, U, R'у, R'у, R'у. И остается только развернуть, как бы, два вот этих ребра. Ну, это такая же ситуация, как на обычной пирамидке, и решается тем же самым алгоритмом. Вот и все. Ну, естественно, в конце может остаться не только два перевернутых ребра, но и три. Нет, три, наверное, нет. Либо два, либо четыре. И они могут еще располагаться, к примеру, по диахонали. Например, как-нибудь вот так. Ну, и нехитрыми сетапмовами это все решается. Недолго все это повыводил. Оказалось достаточно легко и просто. Вполне можно такую головоломку собирать на скорость. И причем делать это меньше минуты, секунд 40-50, вполне можно. Мне, по-моему, лучший результат был 33 секунды. Единственная проблема это скрамлить. Но я поэкспериментировал, опять же, и пришел к такому выводу, что удобнее всего использовать скрамблы для пирамидки. Можно одинаковые, но лучше, конечно, разные. И между этими тремя скрамблами делать перехваты. То есть берем обычные скрамблы. Пирамидки и начинаем. Ну, я брал обычный белый. Здесь синий, здесь. Белый синий стороной к себе. Скрамбл. Скрамбл. Р штрих. Л. Р штрих. У штрих. Р. У. Б. Я беру вот эту сторону. Б. Л штрих. Б штрих. Р. Л штрих. Дальше уголки. У штрих. Л штрих. Р штрих. У штрих. Сделали вот так. Потом делаем перехват на 180 градусов. То есть Y2. И включаем следующий скрамбл. У штрих. Б штрих. Р штрих. Л штрих. Р. У. Б штрих. Р. Л штрих. У штрих. Б. И делаем третий скрамбл. Делаем Z2. Y. Вот именно в такой последовательности. И скрамблим еще раз. Третий скрамбл. Если не сбился. И вот получается что-то более-менее хорошо размешано. Я пробовал разные. Но если вот перехваты делать по другому. И иногда некоторые ходы отменяют предыдущие. И поэтому. Ну то есть повернули уголок. А следующим движением он возвращается на место. Таким образом у нас где-то получается уголок сдвинут на один поворот. А где-то и на два. То есть в обычной пирамидке как не поверни уголок. Всегда за одно движение его можно поставить на место. Если иногда вот требуется два движения. Ну и вот отсюда все хорошо собирается. Я сделал сотку. Ну меньше минуты. И на этом остановился. А так 33 секунды лучшее время. На камер кажется 38 секунд я записал. Ну отдельное будет видео. И вот такая достаточно интересная головоломка. Но не сложная. Можно собирать на скорость. Но их сейчас достаточно нелегко найти в продаже. Возможно какие-нибудь производители возобновят активное производство. Может быть Даян побольше будет делать. Чтобы во всех магазинах они были. Посмотрим. Кроме Даяна я не видел чтобы это кто-то делал. Возможно какие-то очень старые либо неизвестные бренды занимались. К примеру я знаю что у коллекционеров есть какие-то такие очень странного вида октайдры. Которые вращаются именно таким образом. Ну. Вот такая вот головоломка. Несложная. Достаточно приятная. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.